всем здравствуйте сегодня 3 января я собираюсь посеять семена тарении их рекомендуют высевать на рассаду в марте месяце и ну я посею их сейчас эти растения можно выращивать как однолетние и сажать у себя в саду либо можно выращивать их как комнатные растения я буду выращивать их как комнатные растения и так здесь я уже взяла вот такой контейнер над ней есть дренажное отверстие насыпала смесь универсальной земли с вермикулитом здесь у меня уже посеяны глоксинии и вот остаются грядочки которые я хочу посеять вот эти цветочки так эта фирма у нас сады россии у меня гербера растет от этой фирмы и очень не понравилось что стопроцентная схожесть интересно какой этих цветочков будет так теперь открываем упаковочку здесь должно быть семян 5 штучек здесь вот такая пробирочка семена дрожжированные вот они все пять штучек теперь аккуратненько их распределяю по поверхности земли ничем нельзя засыпать просто сверху положить и все так теперь надо не забыть подписать наклеить так все посеяла теперь опрыскиваю водичкой с пульверизатором опрыскала теперь накрываю все это крышечкой и ставлю на свет все ждем всходы вот так лимонный леденец 5 штучек зашли и вот вторая тарения вот только-только начинает всходить вот так зашла вся тарение все они зашли так что схожесть очень хорошие я довольна сегодня 27 января и я буду уже рассаживать старению сейчас покажу какая она как она до этого момента выросла вот смотрите видите вот этот ряд вот один даже раз точку пол очень сильно вытянулись несмотря на то что я их под лампой ставила это у меня лимонный леденец вытянулись так а вот этот рядок это розовое тарение вот она сильно так не вытянулась и я когда буду их сажать сейчас я буду их заглублять до семидольных листочков уже даже видите если присмотреться то видно на вот этом тоненьком стебелечки уже развиваются корешки вот видите корешочки видны тоненькие тонюсенькие вот в этом месте все обрастет корнями под землей подготовила я уже одноразовые стаканчики объемом 200 миллилитров на дне я заранее сделала дренажное отверстие заполнила все универсальное землей с вермикулитом и теперь буду аккуратно вытаскивать старению из контейнера и сажать уже по отдельным стаканчиком для того чтобы аккуратно вытащить я приспособилась делать это обычной вот такой линеечкой и просто погружаю линейку в землю и аккуратно приподнимаю вот так с таким комочком земли я взяла росточек беру стаканчик землей пальчиком делаю углубление теперь аккуратно помещаю росточек в это углубление и до семидольных листочков присыпаю землей еще подсыпала чуть-чуть сверху земли чтобы прям до листиков все это засыпать вот так это получается я думаю видно что прям впритык к листикам и так поступлю со всеми росточками вот так вот Лимонный леденец. Рассадила, теперь сразу наклею название сорта на стаканчике. И теперь приступлю к пересадке розовой тарени. Все, все рассадила по стаканчикам. Теперь аккуратненько полью все. И теперь я их поставлю на подоконник. Здесь на балконе уберу из-под лампы. И будут развиваться они уже здесь. Сегодня 17 марта. Хочу показать вам тарению. Очень многие хорошо развиваются. Вот это лимонный леденец. Они все вот так вот наклоняются. И этот, и этот тоже. А так вот эти ветвятся уже. Веточки тут тоже появляются. Новые веточки. И здесь тоже новые ветки появляются. Это розовая. Она более такая крепкая. И корневая тоже здесь у всех хорошая. Не знаю. Вот давайте маленькую посмотрим. Сначала сейчас. У маленьких не видно здесь вообще корней. Вот. Что еще раз. Видите? Все из одной пачки. Как бы, да? Эти семена. Выращиваются в одинаковых условиях. А все по-разному все равно. Вот тут корни уже видны. Вот здесь вот хорошо. Прям они. Вот смотрите какая красота. Скоро можно будет уже и пересаживать их. Пока еще побудут в этих стаканчиках. Всем здравствуйте. Сегодня 24 марта. И я собираюсь пересадить таренью. Она уже вот так подросла. Но пересаживать я буду не все тареньи. А только некоторые. Вот. Вот эти три штучки. Которые хорошо подросли. У которых хорошо развита корневая система. Вот эта таренья немножко наклонилась. Вот она к солнышку видимо тянулась. И наклонилась. Хотя стебелек не сказать, чтобы был там какой-то тоненький. И все в принципе нормально. Вот эта таренья очень хорошо выглядит. Она так вертикально устойчиво стоит. И смотрите какая здесь корневая хорошая. Здесь на этой, которая вот так вот висит, тоже корневая очень хорошая. Тоже очень все тут развито хорошо. Поэтому их я и буду пересаживать. И вот для примера я сейчас покажу, например, вот эту вот, которая слабее развивается. Здесь очень мало корней. Практически их нет. Вот если сравнить. Да. Вот. Практически нет. Вот это таренья. Поэтому пересаживать пока не буду. Пускай еще они подрастают. А те, которые хорошо подросли, это таренья лимонный леденец. Вот это. Далее. Это таренья розовая, которая устойчиво вот так вот стоит хорошо. И это тоже лимонный леденец. Вот лимонные леденцы вот такие получились. Розовая как-то устойчиво стоит. Таренью после пересадки я хочу прищипнуть. Вот видно, что из пазушных почек пошли растяновые веточки. Вот они. Но они, конечно же, слабо развиваются. Потому что все силы забирает основной ствол. Поэтому здесь я сделаю прищипку, чтобы вот эти вот веточки быстрее начали расти. И был пышный кустик. Но это после пересадки. Вот если мы посмотрим на слабо развитую таренью, у которой практически здесь не видно корней, то мы увидим, что здесь боковых веточек еще нет. И я ее оставлю еще подрастать, чтобы она еще окрепла. Вот, кстати говоря, смотрите, тоже вот так наклоняется. Это тот же лимонный леденец. Видите? Вот какое-то у них такое, видимо, свойство. А розовая, вот эта вот розовая, которая немного отстает в развитии, она, видите, как вертикально стоит. Это тоже розовая, тоже вертикально стоит, ровненько. Для пересадки я взяла вот такие горшочки. Диаметр 9,5 см. На дно уже насыпала землю. Я использую обычную, универсальную. Немножко добавляю вермикулит. Теперь буду аккуратно вытаскивать из горшочка. Вот так оплели корни земляной ком, что очень хорошо держит форму. Теперь ставлю горшочек и по краям присыпаю землей. Следующую аккуратно вытаскиваю. И третий цветочек вытаскиваю. И с ней они, как вы видите, держат хорошо форму. Все пересадила, теперь полью. И буду делать прищипку. Прищипка это когда мы убираем точку роста основного ствола. Берется два верхних листочка с вот этими зачатками еще новых листочков. И прищипываем над следующими пазушными почками. Вот этот листик. И между стволиком и этим черешком листочка пазушная почка. И вот над ней нужно сделать прищипку. Но здесь такое маленькое расстояние, что я боюсь повредить эти пазушные почки. Поэтому я захвачу вот эти листочки тоже. И здесь уже мы видим, что начинают расти новые веточки. И вот над ними я и сделаю прищипку аккуратно, не повреждая теперь их. Аккуратно ногтем придавила и все сделала. Видите? Теперь вот будут расти вот эти боковые веточки. А от прищипки вот остается как раз вот эти вот два листочка и новые листики. Теперь следующую таренью буду прищипывать. Здесь такая ситуация. Вот смотрите, изначально рос один стволик. А потом она разделилась на два таких ствола. И одинаково растут они рядышком. Поэтому буду прищипывать два вот таких ствола. Тут тоже просыпаются боковые веточки, но очень слабенько. Потому что их все-таки тут два стволика. И они оба забирают все питание. Здесь вот так же беру вот эти два верхних листочка. Тут еще видно, что еще два появляются. Но вот эти вот возьму. И над пазушными почками прищипну. Вот таким образом. Остается вот так. И теперь на другом стволике. Вот так. И на третьей таренье сделаю прищипку. Здесь тоже очень хорошо развиваются боковые веточки. Но не настолько. И здесь тоже буду делать прищипку. Здесь я сделаю вот над этими почками. Вот так. Все, таренье прищипнуло. Теперь, надеюсь, будет более пышный кустик. Другие пусть подрастают. Потом их чуть позже пересажу. Если они, конечно, будут дальше хорошо развиваться. И все. Будем следить за развитием. Сегодня 29 марта. И вот одна таренья погибает. Буквально за день, за два. Я увидела, что уже все запущено. Что стебель уже весь гниет. Гниль пошла. По стеблю. И я уже не смогу ее спасти. В общем, это, конечно, слабость у тарени. И черные ножки. Они тоже погибают. Поэтому, ну, фунгицидами я никакими не обрабатывала. Поэтому для профилактики, конечно, желательно. А эти тарени вообще прекрасно себя чувствуют. Вообще бодренькие. Сейчас еще покажу, как у них веточки начинают расти после прищипки. Вот, смотрите, какие веточки подрастают. Вот, как хорошо. И здесь тоже. Сегодня 4 апреля. И вот уже появляются бутончики на тарении. Вот они, бутоны. Вот бутончик. Вот бутончик. Так что ждем, 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 ждем цветения. Вот так тарение скоро вот-вот зацветет. Вот уже у тарения начинает приоткрываться бутончик. Но не только один. Вот. Скоро зацветет. Чуть-чуть осталось. Что-то зацвело тарение. Красивая какая. Получился вот такой малюсенький, но пышненький кустик. Я его просто в большой горшочек поставила. А так он в другом, конечно, горшке находится. Это у меня розовая тарения зацвела. Другие вообще плохо развиваются, которые остались в стаканчиках. А лимон и леденец уже чернеет по стеблю. Но с бутонами сейчас покажу. Вот, смотрите, чернота пошла по стеблю. А бутончики есть. Ну, не знаю, зацветет. Так зацветет. Вот, выживет, так выживет. Ну, не знаю, посмотрим. Вот, смотрите, с упаковочкой вам показываю, какая вот она получилась. Не помню точно, когда я сеяла ее и через сколько она, соответственно, зацвела. Но я посмотрю и напишу вам на экране. Вы прочтете, через сколько она зацвела. Вот так у меня, к сожалению, получается, что здоровый кустик остался только один. Вот, и остальные как-то не очень развивались. Хотя схожесть была отличная. Вот, но она подвержена различным грибковым заболеваниям. Поэтому обязательно нужно обрабатывать против грибков, против болезней. И удобряю я, конечно, тоже регулярно, вместе со всеми цветами. Ее, когда вот она уже цветет, я удобряю для цветущих, где больше калия. Вот, до этого можно удобрять удобрениями с повышенным содержанием фосфора. Там, конечно, нужно смотреть на упаковочках. Вот, у меня просто органическое удобрение, предназначенное для овощей, а там больше фосфора. Я использовала его до цветения, до появления бутонов. И напомню, что это растение можно выращивать и как комнатное растение, и как однолетник. Его можно выносить на улицу, выращивать в озонах. В общем, как вам хочется, так можно и выращивать как комнатное растение, либо как однолетник. Да, напомню, что семена я эти заказывала в интернет-магазине семеназаказ.ру. Я ссылочку оставляю под видео. Так что можете искать там семена. И вообще другие растения и комнатных растений. Там очень много и садовых, семена садовых растений. И луковичные, по-моему, там тоже есть. Но ассортимент большой, так что можете заглядывать туда и покупать. То, что вам приглядится. Вот, несмотря на то, что стебелек чернеет, она все-таки зацвела. Вот такая красивая. Вот упаковочку показываю. Да, мне вот этот даже цвет больше нравится, чем розовенький. Хотя они обе красивые. Здесь все больше и больше раскрывается цветочек. Вот эти вялые. Прямо вот так отщипнуть можно. Их нужно, конечно, отцветшие цветочки нужно убирать. Чтобы зацветали новые. Ну все, зацвели две расцветочки. Вот такие они все красивые. Спасибо всем за внимание. Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!